так теперь вопрос как к женщине потому что там очень такая нежная обаятельная красивая и каждый подписчик ждет вашей новой фотографии что просто насладиться вашей красотой вот это у вас насыщенность жизни радости любви вы передаете мне говорят так то и как вы наполняете себя как женщины как как себя да и как вам удается трансформироваться так быстро и внешне и выглядите каждый раз все ярче все молодее и естественно да то есть вы молодеете но без всяких вмешательств но посторонних как косметолог потому что я вас вижу уже несколько лет за вами наблюдаю сама и как у вас так получается я все такие вопросы большие я запомнила забыла первая часть вопроса а как вы наполняете себя как женщина я наполняю я не могла наполняться раньше я вообще забыла что это такое воспитание особенно наше узбекское воспитание это эти жесткие рамки женщина должна быть так она улыбаться должна так зубы не должны быть видны сиди правильно все закрой все прикрой и это все меня конечно сильно закрывала сковывала да сейчас чем больше ты раскрываешься ты уже не можешь не наполнять себя ты автоматически раскрываешься раскрываешься самое главное что это через душу через сердце я помню когда на 2017 году себе поставила цель что через год я буду набирать на тренинги стадионы это моя эго и я помню после этого вот как я только поставил эту цель я кажется даже блокнот написала я так несчастна была я поняла что все теперь я служу этой цели я раб я такую скуку начала чувствовать благо я осознала тогда да мне важен был стадион и если я собрала бы стадион да я собрала бы все могут это и ты можешь цель поставила сделать чем почему-то и я бы просто моего сказал бы ты умничка следующий раз давай теперь там ну там сколько уже там два стадиона да за одно слово умничка то есть и я помню что я как будто даже постарела после этой цели и опасу сейчас когда раскрываешься через сердце не ставишь себе никаких целей я когда утром просыпаюсь я говорю но я запускаю свой божественный план сегодняшнего дня то есть план до чего я хочу прожить я давно уже не ставлю планы наставила их делаю писала каждый план завтра у меня тут этот 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 поэтому многие не любят план писать знаешь я сама так не любишь да вот и не надо а те мастера которые вот говорят о планах но это уже другой путь тоже путина другой и я начал наполняться расширяться вот я утром просыпаюсь вот запускает этот план сегодняшний день для божественный то есть созвучно на потоке в гармонии своей природой подлинной природой истинной природой своим я высшим я своим духом и ты начинаешь оказывается наполняться идет радость какая-то главная тура с ней там не входить в роль мамы или не входить роль жены особенно узбекской жены или не входить роль женщины мне же 37 лет да вот теперь уже так нельзя или еще что-то и прыгать и делать вот что хочешь как хочешь и одеваться так как хочешь и главное не я действительно начали знаешь когда с мужем начали жить я думала а сейчас если я так вот буду прыгать сейчас он наверное вообще подумать но это разве женщина женщинам должна быть богиней вот это вот такие у меня были установки то есть я это эти все установки она никогда не входят через душу начинаешь играть эту роль это начинаешь играть теперь богиню потом нежно потом сексуально это опять-таки другая игра более на другом уровне поэтому я в этом ничего не могу сказать но могу сказать что чем больше ты отдаешься ты испытываешь тем больше ты наполняешься чем больше ты вот как ты сейчас это чувствуешь вот так отдаешь к до прыгаешь там не знаю что ты делаешь или плачешь сидишь горько плачешь и прям проживаешь сейчас вот эту горечь вот тем ты наполняешься а когда ты такая становишься ровная да там вот не пускаешь вроде и не даешь вроде и не говоришь и не делаешь вот на это ровность не дает наполниться к нам гости на вершину благодарю за ваш ответ потому что я для себя тоже многое раскрыла прочувствовала это очень важно потому что каждой женщине это очень важно так как через женщину все раскрывается и дома и в семье да и в ее личной жизни как в творчестве мне кажется это и также мужчина да мы их же как воспитываем так ну что они уже солдаты да не воины да это все есть но мы не даем ничего прожить не все всегда жесткие мне кажется все проблемы от этого не жесткие то есть они не радуются так они не могут позволить себе там прыгать отчасти до или там плакать мне кажется на не надо это все делать и плавающий нам тоже